В минувшие выходные в Олимпийском парке состоялся товарищеский футбольный матч между сотрудниками администрации Сочи и руководством федеральной земли Бранденбург. Эта игра тоже была частью большого проекта российско-немецкие футбольные мосты. Детский турнир – продолжение мероприятия. Все началось в Питере. Затем через Москву детские футбольные команды из Германии переместились в Ростов и завершающий этап впервые состоялся в Сочи. Под девизом «Футбол за толерантность» юные спортсмены двух стран учились играть в футбол без арбитра. В этой игре спортсмены сами устанавливают правила игры. Их три правила договариваются между собой и стараются их во время матча соблюдать. То есть даже вот если, например, одна команда выиграла, а другая по правилам сыграла, то есть они тоже за это получают очки определенные. То есть здесь не сам смысл выиграть, а просто по таким терминам фер-плей, честная игра устраивает футбол. Детский матч в рамках чемпионата мира по футболу прошел на площади флага. Здесь же были расположены специальные корты, привезенные из Германии. Играли трое против трех. Всего 16 команд. Участников приветствовало руководство федеральной земли Бранденбург и администрации Сочи. Все, что есть интересное в мире, оно должно присутствовать и в городе Сочи, потому что мы международный курорт, круглогодичный, универсальный. И уверен я в том, что после этого матча они начнут друг с другом дружить, они начнут общаться. И, конечно, это очень самое главное наследие, которое мы, наверное, получим после чемпионата мира по футболу. Все те, кто к нам приехал, приехал весь мир, они просто убедятся в русском гостеприимстве, гостеприимстве сочинцев. В целом футболом в Сочи занимаются 15 тысяч горожан. После мундиаля цифра удвоится, уверена руководство курорта. Ведь в наследие после чемпионата мира городу достанется целых три футбольных поля. А у Фишта и вовсе появится хозяин – футбольная команда Сочи.